наверное как бы нельзя обобщать у каждого какая-то есть своя история ну или по крайне мере не мое дело обобщать потому что моя история тоже такая специфичная то есть меня меня скорее выдавили чем я уехал меня уволили из музея которые собственно я создал который я руководил а потом когда у меня было два интересных проекта с частными инвесторами было такое достаточно сильное на них давление чтобы они эти проекты прекратили вот а когда я предоставил свою галерею для благотворительного акциона в пользу болотников в течение трех дней значит разорвали ну то есть фактически там делать уже больше ничего нельзя было просто здесь я могу сказать что здесь за год я сделал 50 выставок то есть меня такого в россии даже не было в лучшие годы то есть я как бы попал из ситуации где я должен бороться постоянно ситуацию когда ты что-то делаешь тебе содействует если получается хорошо то есть тебя как-то поощряют стимулируют и это настолько настолько забытое ощущение вот ну просто как счастье настоящее счастье вот когда можно не думать не как бы и конфликтовать не бороться а просто заниматься тем чем ты как бы любишь и умеешь заниматься сейчас вот по прошествии там уже почти двух лет я могу сказать что если бы даже не выдавливали то я знал бы как все сложится я бы наверное уехал потому что проект черногории оказался очень интересным то есть это молодая страна и 10 лет всего вот здесь много чего можно и нужно делать то есть если ты приезжаешь там какой-нибудь лондон ты там нужен только в качестве клиента тебя готовы обслужить тебе готовы что-то продать там за какие-то деньги поместить твоего ребенка в школу но в целом ты там не нужен там прекрасно все организовано обустроено и без тебя да а то что у них там плохо там ну климат например той и ты не сможешь исправить вот меня в черногории по-другому то есть это страна которая молодая страна в общем-то бывшие тоже как бы вот этот так называемый советский лагерь здесь много проблем которые надо кому-то решать и так как местное население черногорцы они такие средиземноморская но не очень любят работать они с удовольствием предоставляют возможность работать другим вот поэтому здесь сюда можно приехать с какими-то планы бизнеса вот и найти себя так что мой проект у меня была еще раз говорю такая достаточно уникальная ситуация то есть меня пригласили делать сначала новую культурную политику в качестве документа когда я как-то что-то сформулировал предложили реализовать я переехал и где-то буквально через пять месяцев уже были результаты моей работы настолько очевидны что вот мне отдали бывшее морское пароходство большое здание пятиэтажное на берегу бог каторской бухты и я там сейчас развиваю вот этот дом художника то есть это 36 мастерских это два высочных зала маленький театр так что в целом в целом можно сказать что для русских людей для людей из россии черногория это хороший вариант то есть здесь во первых любит очень любит русских причем даже какой-то такой беспардонное поведение там предыдущего посла который ко всем очень не нравилось не смогло испортить вот этого хорошего отношения вот все равно здесь там вот я живу в городе будва законодательства здесь сильно сейчас но она и так неплохое но и сейчас сильно меняется то есть в принципе получается в общем я никого конечно же не то чтобы этом особо зову я просто рассказываю для тех людей которые уже приняли свое решение что черногория интересно ну и немаловажно для ну для нас для что это ну очень недорогая европейская страна еще не член европейского союза поэтому здесь цены во многом соответствует не столичной россии то есть гораздо дешевле чем в москве и в среднем там условно говорят там среднем саратов то есть вот цены примерно такие и то что касается жилья и то что касается там еды то есть это вполне привычно это человек может переехать и не ухудшить свой свою жизнь здесь сейчас порядка 70 тысяч квартир и апартаментов и домов принадлежат русским 70 тысяч это достаточно много всего в стране живет 670 тысяч человек понятно не все здесь живут постоянно те у кого здесь квартиры то есть большинство приезжают сюда имеется в летний период вот как бы русское присутствие здесь очень сильное особенно вот в будве и в баре в двух городах вот ну и очень важно то что европейский союз который для них делал стратегию развития страны он значит сказал что им нужен еще один миллион жить то есть фактически здесь очень позитивно относятся к приезжающим к понаехавшим так сказать вот и ну понятно что на все это на самом деле люди сюда сначала переезжают там думают чем буду заниматься потому что здесь уникальная природа там идеальный климат вот это 78 месяцев лето фактически и ну так что это последняя может быть такая она на берегу средиземного моря где еще можно как-то не просто там приехать и потратить деньги а приехать найти себе какое-то занятие детей в школу если хочешь оставить русскую школу но вот в три русских школы хотя многие стараются либо в черногорские школы отправлять либо в международные